Продолжение следует... Да, сегодня у нас знаменательный день. Мы сегодня наконец приступаем к нашему треку вебинаров по искусствоведению, историю искусства долгожданному. Но прежде чем передать слово Софье и сегодняшнему спикеру, я хотел бы, как всегда, сказать несколько общих слов и ответить на вопросы, которые я тут вижу уже в чате. Во-первых, в самом начале чата у нас две важные для нас ссылки. Первая ведет на расписание вебинаров. В этом интерактивное расписание вебинаров, в котором можно как зарегистрироваться на все наши вебинары вплоть до июня месяца 2018 года, так и посмотреть записи тех вебинаров, которые уже выложены на YouTube. Ну и, собственно, вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал на YouTube, на котором появится и запись этого вебинара тоже. Она ведется. У нас уже почти 200 вебинаров на нашем, вот на этой неделе будет 200 вебинар, который будет там помещен. Завтрашний вебинар будет 200-м юбилейным, который будет помещен на наш видеоканал. Так что подписывайтесь и будут приходить вам уведомления о всех записях на нашем видеоканале. Как всегда, я хочу представить два следующих наших вебинара, которые состоятся завтра и послезавтра. Вот они. Это тоже очень интересные вебинары. Завтрашний вебинар – вебинар Сергея Гевлича «Объясняшки. Анимация, доступная каждому». Про совершенно замечательный сервис и приложение «Объясняшки» для создания анимации. И послезавтра, 30-го числа, второй вебинар Натальи Феофановой «Мастер-класс по созданию онлайн-курса на платформе Stepik». Это второй из трех вебинаров компании Stepik. Такой короткий трек у нас получился, но, надеюсь, плодотворный. И приглашаю преподавателей и вообще всех, кто хочет понять, как создавать онлайн-курсы на платформе Stepik. Наталья проведет подробное разъяснение по этому поводу. Как всегда, я говорю, что все, кто присутствует на вебинаре, получат бесплатные именные сертификаты, электронные, по почте. И я видел тут один из вопросов. Подскажите, пожалуйста, как можно уточнить, почему мне не выслали сертификат, если я присутствовал на вебинаре 24 ноября. Светлана Александровна, я прошу мне лично письмом написать, чтобы я не забыл, потому что чат – это дело такое проходящее. Я выясню и направлю вам лично сертификат в ответ на это письмо. 24-го у нас было очень много народу и какой-то небольшой сбой вообще-то был в системе рассылки. Как мне показалось, все-таки мы его преодолели и всем удалось выслать. Но если это не так, то пишите мне и мы это решим уже в частном порядке. Ну что ж, коллеги, вводная часть моя закончилась. Я хотел бы передать слово Софье Багдасаровой. И сам буду внимательно слушать. Очень интересная тема. Хотел бы внимательно послушать. Всегда интересно Софью слушать и читать. Софья, прошу вас в эфир. Софья, а теперь вас не слышно. Наверное, где-то выключен микрофон. Так, слышно меня? Да, да, да. Слышно? Все, сейчас. Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу об одной ключевой теме в европейском изобразительном искусстве. Потому что то, что было придумано древними греками 2500 лет назад, оно оказывало долгое тысячелетие, огромное влияние на все мировое искусство Европы, как мы знаем. К сожалению, последние 100 лет уже практически перестало оказывать. Но зато у нас есть огромное наследие, где вот все вот это красиво благодаря древним грекам. Итак, сегодня мы поговорим, почему античные статуи обычно голые, обнаженные, почему это красиво, почему это благородно, а также как это повлияло на все остальное искусство. Вот на вводной иллюстрации мы видим картину Александра Иванова, автора «Явление Христа народа». Это его более ранняя картина, которая изображает Аполлона с его юными спутниками, которых он забрал к себе, смертными юношами. И как мы видим на этой картине, используются те же самые принципы, которые были заложены, о которых мы поговорим. Итак, с чего, почему это важно? Потому что эти принципы мы это мало ощущаем, иногда не ощущаем сейчас, но они продолжают быть действенными, они продолжают быть активными и в 21 веке. Хотя нам кажется, что всякое там абстракционизм, современное искусство, оно изгнало красоту и античность из изобразительного искусства. На самом деле это не так. Эти принципы остаются, например, в той же модельной фотографии. То есть здесь на первой иллюстрации мы видим Венеру, стыдливую Венеру, которая, она так называется, пудика, потому что она прикрывает свои сравненные места. Этой статуи, оригинал этой статуи, который сохранился 2,5-3 ста лет. И эта иконография, она продолжала существовать долгие века, и она влияет. То есть когда Боттичелли писал свое рождение Венеры, он руководствовался тем же самым принципом. Он смотрел на античные статуи и писал эту свою картину, вдохновляясь этим статуям. И сейчас, в конце 20 века, когда Аня Любовец снимала свою рекламу, она думала о том же слове. То есть образованные культурные люди, когда хотят создать что-то интересное и когда хотят создать что-то красивое, они подсознательно, иногда подсознательно, иногда неподсознательно обращаются к тому, что было создано. Иногда это вот так вот откровенно, как в этой рекламе со Сталлоне и Синтико, нет, это, по-моему, Клауди Шифер. Кстати, Зевестра Сталлоне здесь стоит в позе Геракла Фарнезе, статуя тоже, которая была создана до нашей эры, по-моему, в 3 веке. А иногда это не так откровенно, как, например, в этой рекламе Армания, которая, это реклама мужского белья. И здесь фотограф вдохновлялся, в других снимках этой цитосессии тоже заметно, здесь фотограф вдохновлялся не только античными статуями, но и самим культом мужского мускулистого тела, который стал культом именно во времена Древней Греции. С чего всё это начиналось, вернее, почему, как античное искусство влияет на живопись, мы представляем. А как оно продолжает влиять на нашу сегодняшнюю жизнь, как-то вот мы мало представляем, забываем об этом. Но, например, вот бодибилдер, это первый знаменитый бодибилдер, который жил в конце 19 века, он был наполовину немец, наполовину русский. Он придумал, что атлетикой, он был сначала циркачом, а потом стал профессиональным атлетом, то есть он стал делать примерно то же самое, что наши бодибилдеры сейчас делают. Сделал из своего тела культ и начал обучать других людей, других мужчин быть красивым. Уехал в Америку, делал гастроли, сделал журнал, продавал свои системы зарядки, устроил первый конкурс красоты. Это мужской мистер вселенная, это произошло в Лондоне благодаря королевской семье. Вот. Так вот, он создавал эту культуру бодибилдинга, и ему надо было на что-то опираться, потому что у него не было никаких ориентиров. И он опирался на античную скульптуру. У него есть много фотографий, где он позирует так же, как античные статуи, потому что в тот момент, в конце 19 века, у него не было другой опоры, не было вещей с репутацией, благодаря которым он мог бы прославлять свою мужскую красоту. То есть, чтобы это было не порнография, не эротика, а чтобы показать, что это именно искусство. И вот одна из этих фотографий, в которой Евгений Исандов позирует в образе Геракова Форнеза. А, у него много этих фотографий, интересные человек. И то, что он заложил, это продолжает развиваться, и в итоге мы имеем Швацнеггера, других мистеров вселенных. Сегодня это дошло до безобразных каких-то форм, но изначально это всё подписывается всё тем же самым. Так, самое начало, искусство Древней Греции. Искусство Древней Греции в самом начале было достаточно примитивным. Вот одно из произведений искусства раннего геометрического периода Древней Греции, причём завершение геометрического периода. Как мы видим, это всё очень... Догадаться, что из этого вырастет, невозможно. Здесь изображён мужчина и изображены женщины. Мужчина играет на свиреле, на музыкальном инструменте. Но тут уже есть моменты, которые будут прослеживаться и в других вещах. Смотрите, мужчина, он изображён обнажённым, его тело тёмное. А женщины уже изображены одетыми, а у них руки голые. Это мы видим, потому что они закрашены чёрным цветом. Это керамика. Керамика сохранилась больше от раннего геода. И дальше идёт развитие. И что важно для античного искусства, искусства Древней Греции, что оно развивается очень быстро, и в каждом поколении появляется что-то новое. И благодаря этому оно дало такой импульс тем остальным. Благодаря этому оно стало главным. Смотрите, вот то, что происходило с соседями Древней Греции. То есть у нас есть Греция, маленькая страна, где живут достаточно дикие люди, промышляющие пиратство. И у них есть соседи. То есть вот это 7 век до нашей эры, а это соседи Древней Греции. Древний Египет и Крит, критинкенская цивилизация. Насколько у этих цивилизаций продвинутые искусства? Насколько всё уже лучше, интереснее, глубже? Но эти цивилизации, они всё время оставались одинаковыми. Они развивались, но очень много. И Греция именно крута тем, что она сделала это. Она всё время экспериментировала. Так, вернёмся к теме наготы. Почему в Греции возникла тема наготы, в принципе, понятное значение. Климат, погода хорошая, нагота не является чем-то странным. Как и у её соседей, у Египты, у Крита, где мы тоже видим обнажённых, полуобнажённых мужчин, нагота является совершенно обычным мотивом. Заметьте, с какой нежностью, как тщательно проработано у этого фараона тело, как всё сделано реалистично по тому времени. Тело кажется живущим. А вот на фреске царь-жи-жи-жи-эт всё сделано схематично, обобщённо, но при этом перебран движением. И эти фараоны, царь, они обнажены, и уже в тот период обнажения, нагота, это не то, что уже, а всегда, а всегда тогда, это не является чем-то позорным. Наоборот, это достоинство, а знаки монарша, они произойдутся другими вещами, вот здесь вот головными уборами. Вот. Греция развивается. Греция развивается, Греция подсматривает, что происходит у соседей, то есть практически за 100-150 лет, вот эта керамика, которую мы видели, она начинает делать статуи, статуи обнаженных мужчин. Считается, что вот эти первые статуи, они называются Куросом. Курос по-гречески это юноша, а кора это девушка, и вся вот эта вот типология, она называется Курос и Корос, коры, как у нас матрёшки. Вот это Курос, у них, у этих статуи сохранилось достаточно много, у них большинство есть прозвища, обычные по месту хранения нынешнему, либо по-прежнему владельцу. Здесь Курос, который хранится в Нью-Йорке, и Курос, который был найден на Тиме, поэтому они так называются. Эти ранние Куросы, целиком обнажённые, они демонстрируют большую зависимость от египетского искусства. Помните вот этого фараона, да? Вот, то есть это статичная поза, строго фронтальная, одна нога выдвинута вперёд, и при этом это каменное заваяние, эта статуя ещё не начала быть красивой, но нога-то, она уже намного важнее, чем в египетском искусстве. И в этих скульптурах древнегреческие скульпторы начинают раздумывать о том, как изображать мускулатуру. Очень сильное обобщение, но обозначают ребра, обозначают живот, и всё это прогрессивно. А вот то, что происходит с женскими скульпторами, это коры. Кора, вот первая кора была найдена после Ре, вторая хранится в Берлине. Важная вещь про ноготу, что хотя мы привыкли к обнажённым Венером, Афродитам, к этой всей женской красоте, и именно женская обнажённая красота сейчас для нас является более привычным зрелищем, на протяжении веков женская ногота являлась намного более табулированной вещью, чем ногота мужская. То есть мужчины изображали обнажёнными, а женщины изображали одетыми. Причём это видно даже в академической живописи XVIII-XIX века, где Ахилла, Бресида, герои, мужчины обнажённые, и на бедренных повязках женщины покрыты одеждой. Женская ногота оставалась не прилично, достаточно долго. Вот и здесь, это культовые статуи. Возможно, они изображали богиню Геру, возможно, они изображали богиню Персикону. И вы видите, как здесь с ноготой всё плохо. Тоже всё обощённо, тоже тело их два пытаются изображать, но прилично. Дальше происходит развитие. Развитие происходит очень быстро. То есть вот эти вот статуи, их отделяют несколько десятков лет. Уже намного меньше египетского, уже скульпторы начинают больше играть с мускулатурой. Уже происходит рельефная мускулы, уже пытаются создать что-то живое. И вот уже следующее поколение, уже 40-е годы. Это один и тот же курс с двух сторон спереди и сзади. И постепенно, постепенно статуи начинают оживать. Древние греки сделали за 100-150 лет то, что египтяне не могли сделать тысячелетиями. Египетское искусство застыло, поэтому оно и умерло. Греческое искусство развивалось, поэтому оно и стало таким мощным. Вот здесь мы видим на второй фотографии сопоставление группы Мюнхенского курса и Тинейского курса, который я показывала раньше, считается, что эволюция уже заметна. Заметьте, все эти статуи изобнажены полностью. Неизвестно, кому конкретно они изображали. Может быть, они изображали бога Аполлона. Они не изображали каких-то живых, конкретных людей. Это не были паспортные статуи, это были статуи, изображающие бога, боговские. Вот. И это уже следующая статуя и следующий период. В этих статуях мы приближаемся уже к классическому периоду. Вообще, древнегреческое искусство принято на древние периоды в зависимости от того, что... Хронологические периоды. Золотой период, который... он так и называется классический период. Перед ним был архаический период. Куросы, они приближают к архаическому периоду. Теперь мы переходим постепенно к ранней классике. В ранней классике она такая робкая, несмелая. Вот здесь вот мы видим прям переход на бронзовую статую, еще архаическую. А на мальчике Крития Мраморной уже ранняя классика. И постепенно возникает вот эта вот натуроподобие. Постепенно начинает появляться жизнь. А открытие гениальной игры древнегреческих скульпторов связано с тем, что они экспериментировали с позами. То есть одно колено повыше, другое пониже. Плит плечи. Элемент дыхания. И почему это все происходит с ногими статурами? Потому что на них это все хорошо видно. А еще потому что ногота это почетно и достойно. Как мы знаем из истории, женщины – это второстепенные члены общества, в отличие от мужчин. Поэтому в том числе ногота женщины не всегда дозволены, дозволены очень редко. А для мужчины это было почетное зрелище. В Древней Греции известно, что все остальные древние греки осуждали спарстанцев за то, что женщины у них занимаются спортом в обнаженном виде. Это казалось прямо для остальных греческих полисов какой-то дичью и очень неприличной. Как это женщина и обнаженная, кто вообще такая, чтобы она могла спортом заниматься так же, как мужчины, так же, как боги. Вот то, как продолжают изображать женщины, богини. Это неизвестные богини, возможно, это персифоны, возможно, нет. А коры, они одеты, на этих двух статах видны следы раскрытия, то есть они были цветными. И сюда тоже начинает проникать жизнь, но поскольку это одежда, и это статуи в одежде, катениевая мускулатура, это происходит намного медленнее. И вот к середине V века до н.э. сформулирован, уже целиком сделан тот идеал, который остаётся идеалом до нашего времени, тот идеал мужской красоты, мужской ноготы. Вот эти две статуи, три статуи, которые я здесь показывала, они очень интересны в том смысле, что большинство античного искусства, античные статуи мы представляем всё-таки белыми, в мраморах, в белом виде. Но это не очень верно, помимо того, что они были раскрашены. Большинство сохранившихся мраморных статий – это всё-таки римские копии с греческих оригиналов. А оригиналы греческие, проксителя, фидия, они были бронзовые, и поскольку бронза – это дорого, то за века они погибли, их переплавили на всякие полезные вещи. Переплавили в тёмные века в варвары, завоеватели, или просто даже римлянии, просто потому что это дорого. Вот эти вот статуи бронзовые, они сохранились, потому что их нашли в 20-м веке, их выловили, их либо выловили, они были на затонувших кораблях, либо раскопали. Нет, вот это всё выловили. Вот Поседона выловили около мыса Артемисиона, он был на затонувшем судне. Акологист плавал по морю, и он увидел руку, которая торчала из воды, вот так вот торчала рука. Он испугался сначала, что это труп, а потом оказалось, что это статуя. И он раскопал эту статую, и там нашли ещё другие вещи. Чем важно, что это бронза, а не мрамор? Считается, что бронза лучше передаёт наготуру, бронза лучше передаёт дыхание, мускулатуру. А мрамор тяжелее, в мраморе тяжелее делать копии, и те копии с подлинников, они хоть и прекрасны, но они всё равно не передаёт в полной мере то изящество и то волшебство, которое имели греческие оригиналы. Эти статуи тоже имеют свои прозвище. Мы не знаем, как они назывались. Поседон называется Поседоном, хотя это может быть из Зевс, то есть если ему было в руках призубец, то это был Поседон, а если была молния, то это был Вес. Это середина V века. И вот этот вот стандарт, это стандарт красоты, который мы продолжаем пользоваться. Статуя, посвященная подвигу русского крестьянина во время Отечественной войны 12-го года, который отрубил себе руку, чтобы показывать дорогу, не помню точно. Модная съёмка. Мужское тело стало красотой. Никто не упрекает мужское тело в какой-то пошлости. Идеальная мускулатура – это красиво, это дозволено, это хорошо. Вот это произошло в середине V века до Машины. А да, сейчас-то ещё спрашивают про половые органы. Почему половые органы такие маленькие на этих статуах? В античной культуре, где медвежеской считалось, что большие фалосы и большая эрекция – это дозволено только существам низшим, глупым людям. Вот здесь вот изображены фавны. То есть люди полуживотные. Им можно, если ты умный человек, если ты образованный, если ты интеллектуал, то ты это контролируешь, ты это как-то привязываешь, это не демонстрируешь. И, собственно, поэтому на статуях мужское достоинство маленькое. А вот та же самая середина V века – то, что происходит с женскими скульптурами. Всё достаточно прилично. Хотя тело, оно угадывается под одеждами, хотя драпировки обрисовывают фигуро, всё равно женщины – это приличные люди. Они должны быть одеты, и они не должны быть обнажены. Искусство отражает жизнь общества. Это статуя Афины, копия, современная попытка реконструкции той статуи, которая была сделана Великим Федиум. И кариатида безымянная, которая поддерживала портик храма на Кропе. Женская нагота, женская нагота в античной искусстве возникла намного позже. Вот это вот Афродита Книдская, Праксития, это середина уже 4 века, то есть это на 100 лет позже, тем бронзинг статуи делали, которые я показывала. Сама статуя Праксития не сохранилась. Мы можем судить о том, как она выглядела по этому рисунку монеты с острова Книда. С историей создания этой статуи, статуи Прорыва связан такой эпизод великого Пракситию. На острове люди с острова Кост заказали статуи, чтобы украсить храм Афродита. Он сначала хотел, это известная история, он сначала хотел сделать все экономично, сделать одетую женщину, но так увлекся, что понял, что одетая женщина это не передает богиню, тем более, что это Афродита, в принципе, можно. И он совершил прорыв, он сделал обнаженную статую, в меру стыдливую, которая прикрывает свою луну рукой. Но он понял, что, узнал, что заказчики испугаются, и поэтому заодно сделал то, что они хотели, то есть сделал одетую статую, одетую. И когда заказчики с острова Кост приехали забирать свой заказ, он им сказал, «Знаете, вот я сделала то, что вы хотели, а вот то, что я сделала, что я хотела, я». Я вам рекомендую взять все-таки обнаженную. Это здорово. Но заказчики с острова Кост испугались и взяли классическую одетую статую. Люди с острова Книт сказали, «А вот мы не боимся, мы не боимся, мы возьмем». Вот это нам кажется очень здорово, интересно. И вот они взяли эту Афродиту, и она прославила остров Книт. Все приезжали, стали смотреть. Это стало популярным туристическим местом, местополомничеством. Не только местополомничества Афродиты, а именно туристическое место, место, где стоит первая статуя обнажения женщин. Сама статуя не сохранилась, сохранилось множество копий с нее. И вот на этой фотографии мы видим одну из копий, причем она, возможно, с изменением позы. Вообще, большинство великих античных статий сохранились в копиях, сохранились в вариативных копиях, потому что скульпторы, которые их копировали, они, естественно, не всегда могли воспроизвести то, что было. С бронзовыми статиями такая особенность, что бронза сама по себе может держать оттопыренную руку или ногу на счет собственного веса, она крепкая, а в мраморе этого не происходит. Поэтому во многих мраморных статуях, вот как здесь, есть подпорки. Видите на этой фотографии такая подпорочка между ногой и драпировкой? Потому что сама по себе она так не получалась, надо было закрепить. И многие мраморные копии, они утяжелены визуально за счет того, что в них каким-то образом сделана подпорка, драпировочка лично сделана, поставлен какой-то капидон. То есть их замысел искажен. А это другая раннее изображение обможенной женщины, это Афродита, рождение Афродиты. Называется трон Людовизи, этот артефакт, потому что он хранился в коллекции Людовизи. Это каменная голыба, с трех сторон которой изображены рельефы. Вот это вот рождение Афродиты не в том виде, к которому привыкли, как у Баттичелли, а она поднимается именно из моря, а девушки помогают ей подняться и прикрывают ее полотенцем. Здесь Афродита не обнажена, она не одета мокрая одежда, которая облегчивает ее тело, и оно, внутри этом оно все формы выугадывается. Это еще раньше рельеф был сделан, чем та статуя проксителя, о которой мы говорили. Но обнаженная, собственно, женщина не здесь, а обнаженная женщина на боковой части этого трона. Слева, это считается, что это две как бы ипостаси богини Афродиты Гитера и Матрона. Вот справа изображена Матрона, она одета, у нее в руках клоительница для разжигания живоприношения, я вообще называю это первое в истории изображение матери в слинге с ноутбуком. А слева изображена Гитера, и вот как раз она самая первая обнаженная женщина, получается, даже еще до той Афродиты Кницкой. Поэтому некоторые подозревают, что это фальшивка, что это отделка, но ничего нельзя доказать. Гитера здесь играет на плете, но она изображена в профиле, в повороте, и поэтому той красоты, той красоты обнаженного тела, которая в статую была, здесь нету, здесь это просто какой-то жанровый элемент. И мы опять возвращаемся к мужской красоте. Это слепки, который сделал Цветаев для Пушкинского музея. Он сделан именно воспитаясь воспроизвести тот облик статую, какой он имел на оригинале Прокситиля. То есть Цветаев потратил очень много денег и сил на то, чтобы с помощью разных сохранившихся частей мраморных статуй в разных музеях Европы собрать идеальный такой протообраз с этих статуй, убрать все эти подкорки и повторить все это как бы в бронзе, чтобы это блестело так, как это блестело в период Древней Греции, чтобы чувствовалось это дыхание, чувствовался этот стресс. Поликлет создал канон. Канон поликлета заключается в правильном соотношении пропорций человеческого тела, идеальном. И также он изобрел, запечатлел тот способ передачи живого движения, которым продолжали пользоваться все скульпторы, академисты, все художники до конца 19 века. Это заключается в том, что статика, она некрасивая. Статика это то, что мы видели на древнеегипетских статуях. На древнеегипетских статуях и вот в этих археолических курсах и корах, когда стоит такой спокойный, застывший человек на вытяжку, как на стойке смельника. Античная же статуя классического периода, она дышит, потому что здесь нету прямой оси, перекос вправо, влево, плечи так, плечи эдак, и за счет этого получается движение. Еще есть вот эта S-образная линия, это называется линия красоты, когда благодаря вот этой дневнике тоже происходит красота, происходит движение, глазу приятно гулять по поверхности. Слева статуя, которая называется «Боксер, скребущий себя», то есть он занимался спортом и теперь скребает себя от пота. А справа копия несохранившейся картины Леонарда Азовинчи «Леда и лебедь». Написал один из изучников, из его ученика. «Леда и лебедь» к тому времени, как древнегреческая цивилизация начала угасать, то есть начался эллинизм, древнегреческие скульпторы научились все, они научились ставить статуи во все возможные позы, делать необыкновенные сложные вещи. Да, не сказала про колокогатю. Именно древнегреческая была сформулирована то, что мы помним в радостном слогане «О здоровом теле и здоровый дух». Идея состоит в том, что уродливый человек, морально уродливый человек, он и физически выглядит уродливым. А если ты хороший, умный, благородный человек, ты должен именно так и выглядеть. То есть тело должно являться отражением твоей души. Поэтому все великие герои древности, герои митрии изображаются идеальными людьми, идеальными физической точки зрения, потому что это отражение и внутреннее качество. И эта концепция сохранялась и продолжала вредить. Древние греки изображали героев митрии, изображали своих царей, изображали победителей Олимпийских игр. Изображали спортсмены. Ла Коон это персонаж античной инфологии, это был прорицатель, который во время Троянской войны вышел из троя и сказал троянцы не закатывать троянского коня в город, потому что это опасно. Но поскольку боги хотели чтобы троя пало, из моря вышли змеи и воздушили. А дискобол это не привязано к какому-либо сюжету, это просто изображение спортсменов. Статуи ставились победителем Олимпийских игр, самих победителей венчивали венками. Это было такое награждение. Да, значит, идеальное тело, идеальный дух. Естественно, к какому-то моменту, когда роль царя, роль правителя становилась все более и более важной. То есть мы поняли, что сначала Греция была такой более-менее демократией, а когда начался эпоха эллинизма, завивания Александра Македонского, объединение земель под одним правителем, роль правителя становилась все более и более глобальной. Александр Македонский, вот он изображен в налевом фотографии его статуя, естественно, его изображали таким же прекрасным, каким были изображены боги. Это же Александр Македонский великий, поэтому и тело него прекрасное. И теперь это как бы портретная статуя, то есть это портрет человека, но мы видим, естественно, что никакого отношения к портретному сходству это не имеет. Мы не знаем, какое тело было Александра Македонского, можно представить, какое у него было лицо, но это тоже все обобщенно. Справа статуя одного из селевкидских царей, то есть царство, которое образовалось после распада империи Александра Македонского, оно, это статуя бронзовая, оно продолжает те же самые традиции, которые мы видели, да, вот здесь вот дориформ с копьем, видите, то есть это середина пятого века, а здесь второй век, продолжение, продолжение этих традиций. Более того, это все остается константным, и Шадр, создавая девушку с веслом из Парка Гуткова, руководствовался той же самой панографией, тем же самым способом изобразить отдыхающие сильные тела. вот, и вот так вот портрет становится героическим портретом, а Нагота, поскольку это символ благородства, внутренней благородства личности, символ ума, знак ума, знак могущества человека, становится обязательной частью портрета вождя. Иногда это приобретает смешные фланы. Как мы помним, закончилась гегемония древней грехи, закончилась гегемония эллинизма, Рим, Рим начал править мир. У Рима была другая все-таки культура, там не было культа олимпийских игр, не было такого отношения к женщинам, не было такого большого количества гомоэротизма, я специально на этом остановлюсь, потому что это, конечно, тоже влияло на различия между изображением женского тела и мужского. У римлян была более строгая культура, в том числе у них был более строгий культ мертвых, более интересный. В чем-то даже можно представить это сравнить с египетским. Вот эта статуя Тагатус Барберини, Тагатус это означает завернутый в тогу, то есть человек завернутый в тогу, это прозвище статуи. Здесь римлянин изображен со статуями с бюстами своих предков в руках. Один бюст у него в руке, другой стоит на столбике. Это не просто бюсты, которые у него стояли на полке, но я о них любовался. Нет, когда человек умирал, это были маски, это были раскрашенные маски. Когда человек умирал, специально нанятые актеры надевали маски его предков и шли за его похоронной процессией, изображая, что они по нему скорбят. То есть чем более великий был человек, чем более великого рода он был, тем длиннее за ним шла процессия. И благородные семьи хранили огромные галереи своих предков, своих портретов своих предков. Причем это делалось не так, как в Древней Греции, где лица были красивыми, а стандартно идеальными. Нет, римляне снимали посмертные маски или даже готовили свои портреты еще при жизни, снимали восковые маски, либо посмертные, либо прижизненными, и делали максимально похожие изображения, потому что если маска похожа, то дух предков не сможет вселиться, он найдет дорогу в эту маску, а если не похожа, то он не найдет, не сможет пройтись за этим гробом. Вот справа фотография одного из надгробных сделана реалистическим способом. Никакого приукрашивания, очень все реалистично, человек некрасиво изображен, как-то даже не видит, чтобы он был благороден. То есть вот этот тагатус на самом деле был изображен с практически реалистичными головами телесного цвета. И когда античная древнегреческая культура этого ноготы столкнулась с этой римской культурой погребальней, начитания предков и реалистичного портрета, потому что римляне очень гордились собой, они очень гордились своей внешностью, они в отличие от греков считали, что если ты уродлив, то это не является твоей проблемой, это является выражением твоего сильного характера, твоей личной качественной. И происходит вот это столкновение двух культур. Происходит столкновение двух культур и являются очень забавные примеры. Это статуя императора Гальба, первый век нашей эры. Здесь его голова сделана, по тому же самому принципу максимального реализма. Старик, морщины, некрасивый, но при этом тело у него и вообще вся нижняя часть то, что нижней головы, это скопировано со статуи Зевса олимпийского. Он сидит на троне у него все работало. Кого-нибудь завесло еще? Пишут, что завесло. У него молодое мускулистое тело, которое, естественно, 70-летнего старика, который пропавил всего год, быть не могло. Это такой кадавр, странный калаш, причем вообще более странный от того, что он выполнен мрамором. Спасибо. И в римском искусстве достаточно много таких вот странных кадавров, потому что древнегреческое искусство идеальное, очень на них влияло, потому что оно энергетичное, оно великое, оно мощное, и они пытались риме не его соединить со своим искусством, и получалось иногда странным. А вот пример того, как эта героическая нагрота продолжала влиять уже после нашей эры. Это Наполеон в образе Марса Миротворца. Он изображен ровно точно так же, как изображены вот эти все Аполлоны Александр Микедонский, то есть прекрасный обнаженный бог. Естественно, сам Наполеон так не выглядел, но не было ни пресса, ни кубиков, ни плечей. Примерно как он выглядел, мы можем судить по вот этой комплементарной картине Делароши, которую очень любил императора, написал эту картину много лет спустя пользовался его смирить, она изображает момент разгрома Наполеона. Мы видим это маленького роста человек с характерной фигурой, но Канова, великий ступер-классицист, делает его богом, делает его подобным Александру Микедонскому, благодаря использованию принципу льготы. Эта статуя связана с забавной историей, она, естественно, создавалась во Франции для Наполеона, для прославления или, по-моему, в Италии для его сестры, она что-то очень создавалась для себя. Когда Наполеон был разгромлен, эта статуя оказалась в числе трофеев англичан, и английский король очень в ней повеселился, потому что забавно видеть такого Наполеона, и он подарил эту статую с имени колоколицу Виллингтону, который разгромил Наполеона, их кутузов. И Виллингтон поставил, говорят, эту статую себя в батер-квозете подножение Наполеона, и вот стоял у него в ванне. Сейчас эта статуя продолжает оставаться во дворце Наполеона, но ее поставили под лестницей, более приличное место. Да, вот здесь хороший пример именно того, что я говорила, подкорки. Если бы это была бронзовая статуя, у него бы сзади не было пенечка. И видите, вот там торчит такая вот кисточка, видите, торчит? Это тоже подкорка, чтобы рука держалась. А вот это вот у него в руке, это тоже из античности идет, это статуя, статуэтка Ники, которая стоит на яблоке на земном шаре. Это идет из иконографии Афины Паллады. Ника, богиня Победы, была спутницей Афины, и Афина всегда держала ее, обычно держала ее в руке. А это та самая палка, которая потом станет веслом у Шадра, девушки с веслом. Так, вот у нас закончилась Рим, закончилась Римская империя, начинается средневековье, начинается темные века. Что главное для этого времени? Христианство, христианство, христианство и варвары. начинается отрицание отрицания Моготына, отрицание вот этой вот античной культуры русской, греческой. помимо того, что это пришли варвары, которые были неинтересны, еще у общества, у христианского общества очень была большая аллергия. Я боюсь, я не впишусь в оставшиеся 20 минут, может быть, Павел мне продолжит эту лекцию в следующий раз, у меня еще 20 слайдов. Павел, вот, значит, в Римскую, Римская империя под конец отличалась, была весьма неприятной. То есть, как сейчас, очень многие люди говорили, кругом разрад, насилие, гомосексуализм, кровь, наркотики, оргии, мы не хотим в этом жить. И очень многие уходили в христианство. И когда христианство победило, произошел цензурный и внешний, и главное, внутренний, произошел внутренний запрет на вот это вот все богатство плоти. Аскетизм стал идеей, и люди забыли, они нарочно стали забывать, как красиво человеческое тело. И если считать, что все это закончилось примерно в 4-5 веке нашей эры, то не тысячелетие, чуть поменьше, христианское искусство не занималось этим, оно отрицало. Отрицало вот эту вот красоту и пишество. Могота оставалась там, где без нее нельзя было. в первую очередь там, где она была, обязана была существовать по каноническим текстам. Вот, например, Иисус Христос перед Голгофой в книге написано, да, в священном писании, что солдаты сняли, сняли с него одежду, разыграли ее в кости, то есть он был обнажен, и об этом прямым текстом написано. Поэтому его надо изображать обнаженным, как здесь. Вы видите, что вся мускулатура превратилась в схему, просто в какую-то, даже не работающую схему, а просто в дизайн, в декор, орнамент. Все было забыто. А справа очень интересная миниатюра, я ее недавно нашла, делюсь, я рассказываю. Значит, Плини Старший в своем рассказе о путеводителе по Греции, написанном в первые века нашей эры, писал, что вот была такая древнегреческая художница Тимаретов где-то, наверное, в пятом веке до нашей эры, то есть тогда же, когда был на скобу создан, и она писала картину. Картина не сохранилась вообще никаким в английском, только скульптуре, фреске, мозаике. Она писала картины, и вот написала картину с изображением богины Дианы. И об этом написал Бокаччо, автор Декомерона. У него есть книга о выдающихся женщинах, написанная по латыни, где он пересказывает такие байки, надерганные классические писатели, в том числе вот про эту художницу Тимарет. И когда художники в средних веках иллюстрировали Бокаччо, они обычно рисовали Тимарет, художницу, которая здесь в синем платье, рисующим Мадонну. То есть они изображали богиню, богиню Диану, как ту богиню, которая была им знакома. И только в конце 15 века, когда ренессанс, когда возрождение уже подстала на носу, когда оказалось, что все будет близко, вот появляются такие миниатюры, где богиня Диана обнаженная, такая, какая должна быть. Причем, заметьте, это опять та самая Венера-пудика, Венера-стыдливая, прикрывающая руками все причины места. Да, обнаженные могут быть души в аду, потому что они обнаженные. Обнаженной была Мария Магдалина, потому что она была аскетом, но при этом у нее так отросли волосы, что скрывали ее наготу, и ангелы приносили, возносили ее вверх, в небесах, чтобы она общалась с богом. И наготы ее не было верно. Нагота становится атрибутом святых, только определенных святых. А вот это начинается потихоньку подкрадываться в возрождение. Подкрадываться она, естественно, в Италии. где кругом в земле торчат памятники античности, подкрадываться очень медленно. Это очень ранние вещи 13-14 век. Два скульптора родной семьи Пизанцы, которые в украшении храмов христианских использовали мотивы античной скульптуры. Вот это аллегория силы, по-моему, она основана на образе Геракла. И аллегория умеренности, которая опять основана на образе той же самой мира. Но все это происходило очень медленно. Художники, они не очень понимали, как на что ориентироваться, то есть они пытались, но вот красота, она была потеряна. Но они пытались. В земле итальянской было очень много всего. Находили постоянно какие-то отличные вещи. Но когда культура была еще не готова к этому, это никакой пользы не приносило. Известно, что в начале 15 века во Флоренции откопали великолепную статую Афродиты, известную с письменных источников. Она постояла там некоторое время на площади, на город, на прошлом, град, роган или что-то такое. И священники сказали, это потому, что мы языческого идола поставили на видное место. И эту статую закопали обратно, никто ее не зашиновал, никто не знает, что было на сплотое, когда она в итоге делась. То есть в то время культура, люди были не готовы к тому, чтобы изучать античность. Но это очень быстро изменилось, и к концу 15 века итальянцы стали охотиться за артефактами предыдущей культуры и изучать их. Изучать не только статую, но и мотивы на рельефах, на саркофагах, а саркофаги античные, они это что-то полезное, то есть кого-то похоронили в саркофаге, пришли варвары, выкинули тело, ограбили его, саркофаг сохранился, в нем кто-то полоскал белье, а потом в средние века этот саркофаг опять вытащили, в нем похоронили кого-то еще, и впископа поставили это в храм. И потом уже художник, придя в храм, смотрел на этот саркофаг, к которому похоронил уже совсем другой человек, христианин, и срисовывался с этого саркофага мотивом, например, те же самые Грации, три Грации, спутницы, их тоже изображали обнаженные античные искусства, потому что богиня красоты любви, богиня Грации. Я нарочно поставила эти фотографии, чтобы вы видели, что все сохранилось плохо, плохое состояние было у этих статусов. Но художники Вильнюс Санца ловили все, что можно, воображали. Вот смотрите, это Рафаэль, он увидел это, перетолковал по-своему. Мне бы хотелось сравнить, мы сейчас представляем античные искусства очень хорошо, у нас много информации. То, все, пятое, десятое, там происходило это, там все, а люди эпохи Ренессанса, они жили, вот, наверное, как в Советском Союзе за железным заменцем. То есть кто-то привез из-за границы, пластинку в одну, все ее копируют, переписывают, кто-то там подный журнал, и все этот журнал смотрят один, на пол района и копируют из него фасона. То есть каждая малейшая из частичек информации, она становилась источником грандиозного вдохновения, ее расхватывали, тиражировали, не было богатства, но зато все, что было, оно становилось крайне ценным. И вот, например, Аполлон Бельведерский, он стал культовым не только потому, что он благодаря тому, что был такой красивый, но то, что вот его нашли достаточно рано, и он вдохновил очень многих. То есть вот смотрите, да, 1420-е годы, а в 490-х годах вот они находят Аполлону, раскапывают, появляются из-под земли, и они понимают, что можно это сделать вот так вот, что красоту, на готов можно вот так показывать мужское человеческое тело. В 570-х годах в Рим приехал какой-то немец и создал путеводитель. Он зарисовал все, что нашел, что к этому времени нашли, все античные статуи, много всего. Вот как этого Аполлона сделала гравюру, и эта книга разошлась огромными тиражами по всей Европе, и тоже люди стали сидеть во Франции, в Германии, в Англии, смотреть на эти статуи, не по фотографиям, а по гравюрам, и использовать их как источник обучения. Красота опять, нагота опять становится путем. Люди понимают, что нагота это не христианство, нагота это вот та самая красота, которая была столько лет запрещена, и они используют наготу, чтобы искусство стало великим, чтобы использовать ее для подчеркивания, ну, чтобы, короче, показать, что это не религиозное искусство, что вот именно что есть искусство такое, как метод. Вот это другая иллюстрация этой же книги из этого путеводителя, это аллегория Нила. Эту статую раскопаем, изображен бог Нил, бородатый, а вот эти младенцы, это как бы в притоке впадающие. И вот в таком смешном виде, на самом деле, эта статуя была скопирована в гравире, но это тоже было полезно. Люди изучали многостов в таком виде. Мы продолжаем говорить о том, что нагота это средство героизации, нагота это средство подчеркивания высокого статуса того, кто изображен на портрете, потому что абы кто, там какой-то купец, он не был достаточно образован, не был достаточно крут, чтобы позволить себя изображать как античный бог. У него не хватало на это самомнения, ему не хватало на это знаний, чтобы заказать себя в таком виде художнику. И портреты в образе античных богов, обнаженных античных богов, были крайне модными. Вот этот портрет Шевалья Лотарингского об образе Ганимеда. И что интересно, мы знаем про миф о Ганимеде, что бог Зевс полюбил прекрасную юношу и похитил его к себе, утащил горы. Дальше неприлично. Но если в античном искусстве это использовалось как гомоэротичный мотив, и во многом фагративно живописного времени тоже, в портретах этот мотив исчезает. Просто Ганимед становится таким прекрасным юношей, которого рано унесла смерть. То есть мотив любви мужской исчезает полностью. Это становится символом Зевса, это символ смерти, унесшей молодого человека. А обнажённое тело подчёркивает, что это бог, что это нереальность, что это другой мир. На более раннем попыте справа изображён полководец и адмирал Генуэсский, который командовал огромным плотом, и поэтому он изображён в виде бога Нептуна. Вообще портретов в виде Нептуна очень мало, потому что в морские города редко, там редко были такие люди, которые заказывали себе такие портреты, в основном вроде Зевса и Аполлон заказывали портреты. При этом в живописи продолжается исследование традиций и продолжается извертение своего. Женское тело получает полноправное право быть обнажённым в картинах и это становится красивым, это становится общепризнанным. Джорджоне, который создал Венеру Урагинскую, он положил её в позу, который он не подсматривал в античных художников-скульпторах он тренировал сам, и это был такой гимн к красоте, причём смысл был в том, чтобы красота была такая прекрасная и холодная, чтобы она не была порнографией, потому что бывает эротик, а бывает порнография. Вот это ни в коем случае не порнография, это даже не эротик, это красота в чистом виде. То есть художники тренировались в живописи в скульптуре, чтобы тело было не голым, чтобы голое тело было обнажено, чтобы тело было нечто красивым. И это, кстати, одна из причин, почему лобковые волосы на колене висуют. Опять возвращаясь к теме вдохновения художников античными мотивами, Веласки с испанец, совершил путешествие в Италию, и там увидел вот эту вот статую с изображением гермафродитма, который то ли мужчина, то ли женщина из этого ракурса женщина. Он вернулся в Испанию. В Испании была жесткая католическая цензура, рисовать Венеру в таком виде, как мы видим Джорджоне, было неприлично. То есть только Гоя осмелится в конце 18 века рисовать маху обнаженную. Веласки осмелился только так, со спины, и он использовал вот этот вот мотив, мотив, который он подсмотрел в античной статусе. А это мы опять, это мои любимые вещи. Опять возвращаемся к теме ноготы, как одежды аристократии, как одежды короля, король голый, только король может позволить себе быть голым, если ты простой человек, ты недостаточно округляет его. Это дети нашего Петра Великого. Они нарисованы привежем к художникам Каролаком, они нарисованы в смелом обнаженном виде, это нашли в будущем прортрете Елизавета Петровна, она держит в руках миниатюрный портрет отца впротив, а слева ее брат Петр Петрович, который прожил всего всего три года. Портрет называется в образе Купидона, но на самом деле судя по собственству наверное все-таки Аполлон, его тоже был лук. Вы понимаете каким шоком было для России в 1715-1717 годах создание таких портретов России, которые только недавно Парсуны прессовали и это было гигантским прорывом нарисовать портрет Парсуна живого человека. А тут царь, император совершает такой прям плевок в лицо, решительно обрезает бороды, заказывает портреты своих детей, не просто портреты своих детей, а именно в обнаженном виде, в образе богов. Те, кто смотрел на это, они в первую очередь думали, что это обнаженные дети. И только потом, когда они доходило, если они были натасканы окружением Петра на западную культуру, что это олимпийские боги, и это были такие специальные вещи, которые расширяли сознание, создание придворного человека. Такая мощная прививка европейской культуры, российской русской культуры 18 века. И таким образом мы приходим к следующему факту, что многота, классическая многота становится универсальным языком, таким эсперанто, с помощью которого страны общались, начинают общаться друг с другом, то есть вписываются в культурный контекст. и то, что было заложено Петром, оно продолжает развиваться, мы прорубили окно в Европу, и на протяжении 19 века мы продолжаем создавать искусство академическое, классическое, по тем же принципам. Венера, Атланты, это все те же самые вещи, которые были придуманы давно, и у нас эта школа продолжает развиваться, то есть нам показали упражнения, систему упражнений, и мы по ней прокачали свои искусства. Нагота использовалась как тренажер. Кстати, забавная вещь про наготу, у нас же русская культура достаточно целомудрая, но мы не любим всякие обнаженки, и натурщиков голых мужчин в Академии художеств в России рисовали с 18 века, когда была создана Академия художеств, шувала, так вот натурщиков рисовали мужчин, а женщин не рисовали, женщин голых стали ставить в классах художественных, Петербургской Академии художеств начали ставить в 1890-х годах после реформы Академии художеств, а в Москве в Московском училище военно-изучества натурщиц стали ставить в 1897 году Валентин Серов скандалил и сказал, что обязательно надо А до этого художники учились либо просто перерисовывая за раз за раз обнаженную статую это неплохая школа либо делали каждый что мог например венецианов у которых были крепостные и мы базировали у крепостной девушки кто получал кто выиграл пенсионерские поездки те уезжали в Италию потому что в Италии натурщиц можно было нанить легко там было это рынок труда И вот одна из вершин использования наготы в русском искусстве это статуи изображающие крестьянских мальчиков играющих русские народные спортивные игры но они выполнены по полным признакам по полным принципам классического наследия используем на готове и когда классицизм заканчивается вот это стало ступенькой после которого мы пришли к крестьянскому жанру то есть чтобы мы получили Весенцова с его сказками богатырями нам надо было сначала научиться рисовать как следует лепить вот именно обнаженное тело и для этого мы использовали именно что греческое наследие и я вписываюсь в время это замечательно вот когда заканчиваю вот эти замечательные фотографии которые я сама сделала на крымском валу мне кажется она очень символизирует то что этот симбиоз который мы имеем который мы получили и то замечательно что античная культура дала в том числе русскому есть ли у вас какие-то вопросы я вижу что были реплики по ходу дела ну да я так понимаю сегодняшний вебинар он совершенно фронтальный личный такой и замечательно я его с удовольствием прослушал но таких вопросов у меня тоже вроде бы нет все понятно но если все-таки что-то есть то давайте зададим вопрос Софи пока еще она с нами понятно я сегодня сам узнал много много нового можно получить записи вебинара да вот кто заходит не не сразу тот задает такие вопросы в самом начале я всегда говорю все записи наших вебинаров на нашем учебном канале на ютубе появятся в течение недели обязательно будет и эта запись тоже она ведется и и будет да да я как забыл представить конечно у Софи будет следующий вебинар примерно через месяц и мы продолжим замечательные темы связанные с искусством с историей искусства вот приходите к нам и будет вам счастье ну что ж коллеги всем спасибо Софи огромное спасибо было очень интересно будем ждать ваших следующих вебинаров коллеги вам тоже спасибо что вы пришли и активно участвовали какие-то реплики от вас мы слышали на все вопросы я вроде бы как ответил всего хорошего до новых вебинаров приходите к нам до новых до новых до новых Продолжение следует...